Улетают обратно. В начале пандемии наши сограждане, оказавшиеся на тот момент за рубежом, всеми путями пытались попасть домой. Одни остались без работы или хотели оказаться подальше от зараженных регионов, другие провести Пасху с близкими. Сейчас поток въезжающих стал редеть, зато день от дня растет число тех, кто покидает страну. Многие на чартерных рейсах, которые правительство организует для представителей диаспоры. Так что порожняком самолеты не летают. Рейс 8.00 Кишинёв-Лондон. Возле столичного аэропорта яблоку негде упасть. Внутрь пускают по несколько человек и только тех, кто улетает. На входе измеряют температуру. Если всё в порядке, предъявляешь билет и идёшь дальше. Но и билет не даёт стопроцентной гарантии, что вы улетите. Сейчас таможенники проверят не только паспорт. Важно иметь при себе также вид на жительство, рабочий контракт или студенческую визу страны, в которую направляетесь. Однако в некоторых случаях и они не помогут. Этот молодой человек, не успев проводить брата, уже ждёт его обратно, не прошёл контроль. Таких случаев немного, тем не менее, в пограничной полиции аэропорта напоминают. Вернулся из-за границы, обязан самоизолироваться. Продолжение следует... В начале пандемии, самолёты из Италии прилетали полными. Сейчас приоритеты изменились. Граждане массово улетают в Россию и в Англию. Сказали вы, как вы пришли в Молдову? В феврале. И теперь, почему вы идите здесь? Нужно. У нас есть здесь. В Лондоне, для детей. Мы с детьми, что они работают. Мы пришли на карантин, и мы идем, чтобы помогать и мы, как родители. Расписание чартерных рейсов можно найти на официальном сайте органа гражданской авиации или на его странице в Фейсбуке. Узнать, пустят ли вас в желаемую страну, можно у авиаперевозчика. Регулярные авиасообщения закрыты до 30 июня включительно.